В эфире телеканал Ананты Новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Час-пик ожидания маршрутки превращается в многочасовую пытку. Как решается проблема с транспортом жителей Кривой Балки и других близ лежащих поселков, расскажем в сюжете. Путь к знаниям сквозь снега, дожди и грязь. Плохая дорога и отсутствие моста отрезали от внешнего мира четыре горных села Лакского района. Работа во благо общества. Мурти Дагестана встретился с делегацией из Санкт-Петербурга. UFC стало больше еще на одного дагестанца, чье имя вписано в контракт с ведущим мировым промоушеном. Смотрите в спортивном блоге новостей. Сегодня ровно 26 лет со дня страшной трагедии, которая произошла в Махачкале. В результате теракта погиб муфти Дагестана Саид Мухаммад Хаджи Абубакаров. Взрыв прогремел во дворе центральной джамомечети, когда духовный лидер вместе со своим братом Ахмадом и водителем Хайдербеком направлялись на пятничный намаз. Все находившиеся в автомобиле погибли на месте. Напомним, что Саид Мухаммад Хаджи Абубакаров был одним из ключевых духовных лидеров республики в 90-е годы и сыграл значительную роль в противостоянии экстремистским идеям в регионе. Плохая дорога и отсутствие моста отрезали от внешнего мира четыре горных села Лакского района. От населенных пунктов Ури, Мукар, Камахал и Пали Смада райцентра Кумух, где находится старшая школа, 17 километров. Этот путь учащимся приходится преодолевать пешком. Весной во время таяния снегов и после каждого дождя небольшая речка превращается в полноводную и метр за метром размывает грунтовую дорогу. В конце прошлого года местные жители обратились на прямую линию президента с просьбой рассмотреть возможность возведения автомобильного моста, соединяющего населенные пункты. Об этом сообщает Народный фронт Тагестана. Очень большие проблемы, которые в настоящее время, которые молодежь желают вернуться на свою родину, построить дома, жить здесь, родить детей. Из-за этой проблемы только одни дороги. Из-за этих дорог машину поехать, стройматериалы привезти. Удобство сделать только из-за дороги будут, селения будут расти. Часами ждать маршрутку до дома – это ежедневная проблема жителей Кривой Балки и других близлежащих поселков. В час пик межмуниципальный транспорт курсирует с большой задержкой. Жалоба гаражам появилась в сети. На проблему уже отреагировали в профильном ведомстве. Подробнее в сюжете Мухаммада Амарова. Сайфуддин Амариев живет в поселке Кривая Балка. Работает он в Махачкале. Ежедневно в час пик ждать маршрутку ему приходится более часа. Нужно бывает ждать до 9 дней, например. Говорят, что 9 часов, пока вся мульска переполнена, говорят 9 часов, только трогаемся. И часто приходится ждать вот так. Такая же ситуация и с жителями других поселков. Кроме того, общественный транспорт действует до 21.00. Необходимо продлить время работы межмуниципального транспорта, считают жители. Здесь просто огромное количество человек ждет. После работы обычно бывают, так задерживаются. И это странно, что маршрутки только до 9. Это максимально странно, неудобно. Ну реально до 9 это как-то не очень. Не по-людски. Да, не по-людски, потому что если еще по городу маршрутки до 9, это еще более-менее как-то приемлемо, потому что есть какие-то другие маршруты, которыми ты можешь заменить свой путь до дома. А когда ты живешь в Шамхале, как тебе доехать? Получается, на такси там 500-600 рублей тратить. Я бы сказала, это не сильно безопасно. Общественный транспорт задерживается из-за пробок в часы пик, разъяснили в региональном Минтрансе. В это время передвижение закономерно усложняется во всем городе. Перевозчикам договорились о том, чтобы он увеличил количество транспортных средств. У него заявлено на этом маршруте 15 транспортных средств. Но в ходе наших переговоров мы добились, что он еще добавит транспортные средства. И такое немаловажное мы с ним добились того, чтобы в часы пик, особенно в утреннее и вечернее время, когда люди действительно возвращаются с работы, в 5-6 вечера, чтобы в это время здесь, на конечной остановке, всегда было транспортное средство, в которое могли бы люди спокойно сесть и уехать. Это в пределах 5-6 транспортных средств. Мы договорились с перевозчиком, что он будет здесь держать их. Кроме того, Минтранс Республики поручил продрить время работы маршрутки 444. Ведомства отметили, что поручение по решению проблемы уже выполняется. Мухаммад Амаров, Шамейхир Исулаев, Тауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Нашествие опасных карантинных сорняков в Баба-Юртовском районе. Там выявлено более 150 тысяч гектаров земли, засоренных вредоносными растениями. Они могут нанести вредь не только урожаю, но и здоровье человека, отмечают эксперты. Павелико является переносчиком вирусных болезней, а Амброзия – один из самых сильных аллергенов. Очаги карантинных сорняковых растений были обнаружены сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике. Управлением Россельхознадзора, напоминаем, согласно федерального закона 206 о карантинных растения, ответственность за выполнение мероприятий по борьбе с карантинными объектами, возглавляет на граждан юридических лиц, имеющих в собственности во владении, в пользу или аренде земельных участков, на которых выявлены очаги карантинных объектов. Более 12 миллионов рублей. Именно такую сумму выделят из резервного фонда правительства республики на обустройство дороги Мятли-ГЭС-Зубутли. Она ведет к популярным туристическим локациям в Казбековском районе, Сулакскому каньону и селу Зубутли. Однако дорога требует ремонта в целях безопасности дорожного движения. После многочисленных обращений граждан и проверки специалистами было принято решение о финансировании этого проекта. Ремонтные работы планируют завершить до 1 декабря текущего года. Об этом говорили на очередном совещании в правительстве региона. «Мы должны благодарить Всевышнего за предоставленную возможность работать во благо ислама и общества», отметил Муфтидаистан и шейх Ахмад Афанди на встрече с делегацией из Санкт-Петербурга. Гости поблагодарили духовного лидера за работу, которую проводят представители Муфтиад региона в северной столице. В свою очередь Ахмад Афанди выразил им признательность за поддержку религиозных деятелей. В 1998 году, после трагической гибели предыдущего Муфтия, когда я стал Муфтием, в Муфтияти работали 18 человек. Мне Бадур Афанди сказал, в то время, когда я стал Муфтием, «Тигар веди за следом Саида Мухаммада». Как он вел? В этом же направлении веди. Вот с Питера вот такой же Маат пришел два-три раза, может быть, больше, чем все работники Муфтията в 1998 году. Я призываю вас благодарить Аллаха за то, что мы знаем сейчас в последнее время, какие нападки делают на ислам, на мусульман, на алимов. Это время находиться рядом, я думаю, чуть-чуть мужеству и мудрость нужно. Аллах вам дал это. И мудрость, и мужество. И за это надо благодарить Аллаха. Все люди, которые против нас бросают камнями, они тоже думают, что они правы. Но правда только бывает одна. В 1998 году, когда Саиду Мухаммада убили, Хас Мухаммад Хаджи сказал, «Наша беда, говорит, в том, что Саид Мухаммад у нас один». Мы, говорит, сейчас делаем, чтобы в каждом доме один Саид Мухаммад был. Имеется в виду, в каждом доме, чтобы был человек, который будет поднимать ислам. Будем работать, будто бы у нас сегодня последний день жизни. И, как говорится, Аль-Муриду Ибн Вақтихи. Мурид — это, говорится, человек времени, настоящего времени. Почему? Потому что в завтрашнем дне мы не уверены, наступит или наступит. Вчерашнее прошло, остается сегодня. Максимально в пользу будем работать. Максимально. Я же говорю, на весь Тагестан, когда было 18 человек, на один Питер столько человек. Алхамду лиллах. В селении Великент Деребенского района впервые масштабно организовали летние курсы, на которых обучались около ста детей и взрослых. Каждый из них научился правильному чтению Корана, совершению намаза и ознакомился с основами мусульманской религии. Накануне в селе прошло торжественное закрытие учебной программы. Более 60 учащимся, которые регулярно посещали уроки, вручили новые велосипеды. А среди всех присутствующих разыграли путешку на Малый Хадж. На самом деле, вот эта вся работа, она очень глобальная. И я один, как муалим летний курс, ни в какую не справился с этим. Без помощи моих дорогих братьев, моих сельчан, представителей района, представителей фонда ИСАМ, газеты Ас-Салам, совета имамов Деребенского района, полпреда Юждага. И вся эта работа нами сделана совместно. Я за что выражаю им огромную благодарность. Мы сегодня собрались здесь, жители Великента, на это важное мероприятие. Спасибо всем, кто пришел. Пусть Всевышний дарует вам здоровье. Пусть Всевышний также помогает всем, кто обучает детей. Желаю, чтобы такие мероприятия проводились чаще, принося радость детям. Еще раз благодарю всех. Будьте здоровы! Футболисты из села Урада выиграли суперкубок чемпионата Шамильского района. Первый розыгрыш этого трофея прошел в Махачкале. Атмосферу матча передал наш корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Первый суперкубок чемпионата Шамильского района разыгрывают Хучада и Урада. Это две лучшие команды прошлого сезона. Встреча победителя регулярного чемпионата и обладателя кубка обещала быть жаркой. Матч, забегая вперед, вполне оправдал ожидания. Счет встречи открыли хучадинцы, но к концу первого тайма у Рада отыгралась пенальти. Во второй 20-ти минутке команда в бирюзовых футболках вырвалась вперед. Помогла домашняя заготовка. Соперник в ответ создал несколько опасных моментов. Заменив вратаря на полевого, Хучада пыталась организовать второй гол. Но в самый ответственный момент голкибер красно-синих был на месте. Урада первый в 10-летней истории чемпионатов обладатель суперкубка. Очень хотелось выиграть исторический кубок в первую историю и вписать свое имя в историю, как первый обладатель суперкубка. И вообще в таком большом матче мы участвуем впервые, чтобы такое внимание, такие овации, такой выход. Было очень приятно, спасибо организаторам за такой матч, который организовали. И в целом 2023 год он был наш и хотелось как-то оставить жирную точку в этом. Радочарован нашей игрой. Мы видно было, что не готовы к игре. То, что мы долгое время вместе не собирались, это сказалось. Многое решил игрок вратарь Урады. И нам так вторым номером играть очень сложно. Мы привыкли играть первым номером. Урада задала свою игру, поэтому нам было очень тяжело. Игры чемпионата Шамильского района всегда яркие по содержанию и жаркие по своему накалу. Если на поле царит атмосфера конкурентной борьбы, то за его пределами только дружба. С такой целью организаторы вот уже 10 лет проводят свои турниры. В новом сезоне в «Спор за победу» вступили 16 команд. Тройка призеров определится осенью. Идея, она получилась вообще, конечно, шикарно. И пришли посмотреть очень много зрителей и болельщиков. Обеим командах хочется, конечно, выразить большое благодарность. Большой в братской атмосфере. Без каких-то инцидентов вообще прошло. Весь матч, оба тайма прошли в очень хорошей в братской атмосфере. Лучшим игроком матча за суперкубок признали вратаря Урады Магомеда Абдурашидова. Награждение победителей прошло в торжественной обстановке. UFC стало больше еще на одного дагестанца. В лигу подписан боец тяжелого дивизиона Резван Куниев. Контракт с ведущим мировым промоушеном спортсмен получил после победы на турнире претендентов в Лас-Вегасе. В первом раунде 32-летний махачкалинец нокаутировал представителя Бразилии Хьюго Каньо. Всего в активе Куниева 12 побед при двух поражениях. Ранее он владел титулом Eagle FC в тяжелом весе. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова